По жалобам местных кандидатов президента, мы решили обсудить, как нам изменить формат дебата. Сейчас прошло совещание, ни до чего не договорились. Шесть дней осталось, шесть дней. Вторник среда на этой неделе и понедельник четверг на то же. Всего шесть дней. Я предложил простой вариант. Семь человек много. Давайте две группы. Четыре кандидата и три. Каналы разделены. Одни на первую. Сегодня. Другие там. Сегодня же Россия один. Все. То же самое радио. Вести ФМ. Радио России. Все. Нет. И друг с другом спорят, шумят. Не ответьте вы, не ответьте. Ничего не хотят. Не умеют. Лишний раз. Потому что все новички. Никто из них кандидатом президента никогда не был. Надо, чтобы приходили кандидаты президента. Я хожу. Ни одно длинное лицо меня не замещают. Они не будут ходить. Грудинин не будет ходить, если не будет изменивана форма дебата. Давайте пойдем навстречу друг другу. Четов тоже не согласен. Договориться не хотят. Мне кажется, совершенно очевидно, что сделано все для того, чтобы мы не могли поменять формат дебата. Я абсолютно согласна, что тот формат дебатов, который существует сейчас на первом и втором федеральных каналах, он абсолютно неприемлемый. Я выступаю за то, чтобы у нас был нормальный, вдумчивый, глубокий разговор один на один по жеребьевке со всеми кандидатами. И что же вы думаете, дорогие друзья? Конечно же, среди кандидатов президента есть специальные, так сказать, регулируемые люди, которые, конечно же, противостоят этой идее. Я хочу, чтобы вы запомнили эти фамилии. Титов, Сурайкин, Явлинский, Бабурин. Это четыре кандидата, которые выступают против отмены вот этого жульнического формата. И не надо после этого говорить, что это якобы независимые кандидаты. Вот из-за этих четырех спойлеров мы не смогли провести решение о том, чтобы дебаты были один на один среди кандидатов по жеребьевке. И чтобы вы, дорогие избиратели, могли действительно ознакомиться с нашими позициями, понять в нашем честном споре и в честном поединке, кто вам больше нравится, чья позиция вам ближе. Было много разных предложений, но мое глубокое убеждение, что тот формат, который есть, сейчас плох только временем. Потому что мы все заинтересованы, чтобы наибольшее количество избирателей смогли посмотреть эти теледебаты и определиться со своим выбором, выбором конкретного кандидата. Кроме того, надо запретить, безусловно, чтобы на федеральные телеканалы приходили доверенные лица, поскольку все-таки сам кандидат должен отвечать за себя и за свою программу. Ни одно доверенное лицо все-таки не может до конца представить позицию кандидата, его мнение по тому или иному вопросу, а избиратели спрашивают и хотят понять, какая та или иная программа. Для нас чрезвычайно важно донести позицию и программу Явлинского «Дорога в будущее» до максимального количества избирателей. В период между выборами у нас такой возможности нет, поэтому Гривой Явлинский лично участвует во всех дебатах на федеральных каналах, будет продолжать это делать и дальше. Кроме того, мы издаем нашу газету, где Явлинский изложит свою программу развития страны на будущее, программу развития экономики в нашей стране. И мы в том числе будем доносить ее и на федеральных дебатах. К сожалению, тот формат и первые два дня, когда проходили дебаты, показывает, что вместо полноценного разговора о будущем развитии страны, полноценного разговора о той команде, с которой идет кандидат президента Российской Федерации на выборы, получился определенный такой информационный балаган, который не позволяет системно, аргументированно довести позицию того или иного кандидата до избирателей. Мы считаем, что основные дебаты должны проходить между кандидатом к президенту Владимиром Владимировичем Путином и Павлом Николаевичем Путином. Поэтому в этом формате мы будем рассматривать свои возможности. Мы готовы дебатировать с кем угодно, как на любых информационных площадках, но в том формате, который будет интересен избирателям. Понятие выбора – это шум, о чем вчера говорили, в том числе федеральный канал, мы считаем, что оно неправильное. Это омекаронизация избирательной системы. У нас есть серьезная поддержка в обществе, мы эту поддержку будем наращивать. Четыре кандидата официально нам заявили, что их устраивают, данный формат дебатов, и намерены ходить в саммит, их все устраивает. Три кандидата – Собчак, Веринусский и Грудинин – их не устраивают, данный формат. По истечению недели, когда у них возникли проблемы и непринятие данного формата, они вместо того, чтобы внимательно почитать те полномочия, те возможности, которые у них были, вот предъявили претензии, написали жалобу в ЦИК. В результате наших долгих, жарких споров, к чему мы пришли? Вот на эти мероприятия, которые у нас называются, так называемые дебаты, как бы данных назоветь, должны ходить непосредственно сами кандидаты. Они могут не приходить, направлять вместо себя своих представителей только в двух случаях, если они заболели, или они выполняют, по-моему, должностные обязанности, по-моему, важные должностные обязанности, по-моему, своей работой. На самом деле, ряд кандидатов не придерживались этого закона. Мы видели, что они направляли своих представителей, хотя в это время, дай бог им здоровья, и не болели, и в то же время участвовали в других мероприятиях. И большинство, практически все, вот сегодня их представители и кандидаты, кроме представителей КПРФ, согласились с тем, что да, вот в оставшиеся две недели надо действительно перестать пренебрегать законом. И в дебатах, опять-таки, как у нас называют дебатах, вот в этих мероприятиях на федеральных, на государственных каналах, должны участвовать непосредственно кандидаты. Если кандидат не пришел, значит время, которое было предназначено для него, оно делится на всех, кто пришел кандидатов. Мы идем навстречу кандидатам, и тут я считаю, что они абсолютно правы, и будем сегодня направить рекомендации всем, скажем, всем нашим телерадиоканалам, где идут вот эти мероприятия, чтобы все-таки они не игнорировали пожелания самих кандидатов по поводу тем, которые они хотят обсуждать. Это очень важно.